Собственно, для команды уважения это матч-реванш, а команде Na'Vi нужно, собственно, подтвердить свой статус-кво и доказать, что они все-таки сильнее на данном этапе игры и, соответственно, достойны того, чтобы бороться хотя бы за второй слот на этот самый мейджор из СНГ-квалификации. А прежнему для вас работает студия RUHUB в освещении всех этих матчей, и на этом канале для вас отрабатывают ADEQUAT и MADE. Витя, еще раз привет. Здорово, здорово, привет. Как тебе? Не кунка от Na'Vi? Не кунка от Na'Vi? Выглядит хорошо. Да, сразу, сразу летел. Просто вот. Вот это я понимаю открытие. Просто стартует игра, а у тебя дум. Бабах! Витя, верно. Бабах! Все. Четко, круто, клево. А как тебе бабах в виде Панголера и Вич-Доктора, которым ребята из Empire неплохо наказали Na'Vi? Это хороший ответ, но важный момент. Там, в виде Панголера, играл игрок, в которого никого не взяли, чтобы конкурировал Панголера. А здесь тебе иду мешает по игре. И витя, верно, ультимейтер. Ты качешь, она тебя тормозит, и все, как бы. Проблемы нет. Осталось пять секунд. Ну, звучит как контраб. Шадо Шаман там тоже плюс-минус, да, Шеклосами удерживает. Такое, то есть это не работает в ультимейте, а тут именно фишка, что ты вот покатился, ворвался в толпу, тебя накрыло, все. И еще твои же тиммейты тебя же бьют, на которых не работает расталкивание. Стало быть. Нет, не стало быть. Я хотел высказать такую достаточно популярную мысль о том, что Панголера в этой ситуации можно использовать как четверку, но после этого я сразу увидел Горф Спирит, и я понимаю, что Панголер будет кор-героем. Вопрос только куда? В центре или все-таки в сложную пойдет? Ну, а Вич Доктор и Рф Спирит это два саппорта, пятая и четвертая позиция соответственно. Ну, и Зимея тоже неплохо. Опять же, Шадо Шаманов очень плотно, по игре Контрит она оказывает. Тяжело, когда он подошел и уже поставил Змей, но вот можно не дать их поставить. То есть хороший парень на врыве, хороший на влете. Вич Доктор тоже, по идее, против Думы в рамках линии может засетапить с плюс-1, что будет убивать этого самого Дума. И вот плавно подкрадываемся к тому герою, которого Нави забанил до последнего. Это Врейскин. Мы посмотрели вчерашний матч против Гамбитов, посмотрели вчерашний матч против себя же. Ну вот, и в этот раз респект бан, пожалуйста, минус Врейскин, минус король. Курсоварер. Ну и, похоже, Медуза могла бы быть, если бы она была не в бане. Потому что очень драфт похожа на вот это вот их, когда 4 плюс 1. Давай придумаем еще какого-нибудь крутого героя, который вот один идет и просто давит, тащит и так далее. Да, Маджикала в центр, ты имеешь в виду? Да, да, какая-нибудь. То есть кто еще есть, прям вот так. Кто хорош в скалировании в лейт, ходит в центр, вот это вот все. Потому что попарка, мы видели, да, она не сработала. Парка, хорошо. Еще есть? В запасе у него игроки, герои схожего образца. Что-то вот душить начинаешь меня тут по пикам. Вдруг ты что-то вспомнишь сразу. Не, ну вообще, вот у меня, я достаточно простой парень, да, я вижу на драфте Урсу, я понимаю, что Урсе хочется помочь, чтобы Урса, в общем, комфортно себя чувствовал в рамках любой драки. Я просто сразу рекомендую брать пака. Просто давайте, зачитай их последние игры. На ком играл Мэджикл? Квапа, Квапа, Медуза, Медуза, Кунка, Темпларка, Медуза, Бурда, Медуза, Розор, Лина, Медуза, Лина, Квапа. Не густо. Да, именно, понимаешь, да, то есть у нас получается Квапа, Медуза, Кунка, Темпларка, Бруда, Розор, Лина. Семь героев. Из них подходит под именно выход в лейт, когда тебе нужно дать не подкрепу для кристаллайса, а именно выдать какой-то собственный перформанс. Ну, мне кажется, Розор подходит, но он в бане. И остается только Темпларка. Да пак! Ну вот хочешь ли ты брать Темпларку против всего вот этого? Пак, Нитяй, ну это же лучше лейт, пак. Пак? Да, конечно. Да с 25-м талантом на урон в этот, в Дримкоил? Нет. С деньгами. Просто догон? Да, это лучше лейт. Закидать? Может быть. А пройдет Леон Хаусайд на 4К хп? Да, он проставит агонимный Дримкоил и все, ЦК отдыхает. Никаких рифтов ты ничего не используешь. Чилим. Я просто это видел несколько раз в исполнении китайских коллективов, когда по дурсу берут пак. Это так классно работает. Если игра затягивается, пак не становится слабым. Пак очень силен в лейте. Это заблуждение, что из-за того, что он маг, он там в лейте ничего не может сделать. БКБшки 5 секунд. Зачем тогда брать его в мид, если берем, как в Virtus.pro Паши, этого пака, и он точно так же в лейте становится сильным. Так он и из центра может геймплеить нормально. То есть он уже сдает темп. Зачем взять что-то, что ты не можешь взять в оффлейн? Не, ну это понятно. Логика твоя ясна. Просто к тому, что если мы сейчас подбираем ласт пик для Magical of Me, то почему бы, собственно... Это неплохой вариант. Неплохой, потому что, опять же, он с им ультимейтом не позволит выбежать. Противниками как бы урса такой, уже натачивает когти и заходит. Да, 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 все так. Так, что же касается команды уважения Hope. У них есть ЦК, у них есть Панголиер. Мы, собственно, Панголиера пока не определили, на какую линию. Либо центр, либо хард. Но ЦК, скорее всего, будет керри, да? Или Панга центр, ЦК оффлейн, может быть. ЦК может быть оффлейн, на самом деле, может быть. Тут стоит понимать, что ласт пик в любом случае у нави, и поэтому уважение придется определиться с тем, кто куда сейчас. Изобавили ли СФ, а то есть подозревают, что Панголиер оффлейн, ЦК керри, что ли? Как-то так. Ну да. А что смущает? Ну, эффективность всего этого дела. Панга живуч на линии против форсы. Начнем с этого. Достаточно живуч. Но достаточно могуч при этом. Разгоняет стаи туч. Да. Вот, может быть, ХД, который тает хантер дэмэдж, еще добрать. Чтобы точно никто не мог курсе прийти и прям выгнать его с линии. На самом деле, они могут хаоснайд, земель, обещать, керри, плав сложные. Отправить Панголиер омид, добрать героев в легкую против дума. И так тоже плохо. Не знаю, не могу ничего придумать. Прям мух. И пик засверкал. Может, прям мух не надо? Что-нибудь дефолтное, классическое? Да, морф. Просто, морф. Они контрят меня полностью, что делать. Вот да. Найт сталкер в оффлейн. Попробуй подерись, когда у тебя все герои не работают. Ты для уважения к опыту рассматриваешь? Да. Их же сейчас драфт, они должны будут показать героя. Так а зачем брать ЦК, Панголиер, Найт сталкер, если у тебя три милишных кора против в оффлейн. Потому что почему бы и нет? Хорошая логика. Вот стандарт есть, классика. О, да. Был сегодня такой. Но теперь уже мы знаем, что они могут ответить и квапой против него, и поиграть, и показать, попробовать. Вот на самом деле, квапе я беру меньше. Ну, в рамках лайнапа Медведь против ОД, Медведь хорош. В рамках лайнапа Медведь против Хаус Найта, ну, тут я уже не знаю. Это тоже хорош, а что, у своего большого уровня нормально. Если ты можешь его дать. А почему ты его не можешь дать? Ну, потому что Медведь может быть уже мертв. Твою логику пробить невозможно, Медведь. Конечно. Один удар, и ты пропал. Это так и работает. Один удар, и ты ошибся. Открывая вторую страницу игр Magical, значит, Лондруид, рассказывайте. Поражение, поражение, победа, 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 поражение. Это паблик или просто... Это рейтинговый пик. Ага. Паблик тренируется. Победа, 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 победа. Да, ну, то есть, наиграл сколько ты за последнее время. Осталось 10 секунд. Причем, судя по всему, он или две недели назад закрыл аккаунт, и дальше по нему только Кэпцинат Смод режимы отображаются, либо он не играл паблик с этого аккаунта. Сколько назад времени он сыграл последний раз? 16 дней. Ну, так у них же путешествия были, вот эти вот мероприятия, связанные с мейджором. Ты думаешь, что он там ни одного паблика за все время не сыграл? Просто катал исключительно в кланварах, СМ-ки, кланвары, вот это все прочее. Ну да. В последнее победа СМ-16 дней назад. Ну, может быть, действительно связано с тем, что он тренировал каких-то персонажей, чтобы не палили их там соперники, аналитики какие-нибудь. Не смотрели профиль и так далее, играл под фейком. Может быть, может быть. Так, ну что у нас получается, что Палантимос на ЦК это керри, Пикачу в мид от Волдваур и Чеширский код в сложной на Пангариере. Такой расклад. Ну, Бигнум, понятно, четверка Эр Спирит и Блэк Архангел. Вич Доктор. Суппорт в позиции пятой. Все так, залез посмотреть, вдруг он стримил что-нибудь, типа, закрыл аккаунт, но стримил и ноль видеопатериалов доступны. Все удалено, ничего нет. Максимальная конспирация, да. Так, сейчас я его через Инстаграм вычислю, секунду. Ох ты. Вот это аналитика, это я понимаю, глубокий анализ на моей. Так к этому надо было прям в том матче подходить, прям все исследовать. Чем занимался, как себя чувствует, как проснулся сегодня Мэджикл, что думает Аквенов Пэйн, как бороться с Аганимом Дезраптора. Вот по таких вещах глубоких. Уже у вас фотка с этого, с... Что? Мажора, собственно. Ну, что тоже не секрет, в общем-то. Не секрет. Так, ну ладно, давайте смотреть, друзья. Первая карта, поехали. Матч на выбывание. Команда проиграет. Так, если в этой серии команда проиграет, эта команда будет готовиться к квалификациям к минору, к дота-питу. Вот так вот. А там будет один слот, поэтому тоже страшно. Поэтому лучше здесь, конечно, не проигрывать, и еще попытать свое счастье за битву за второй слот на этот мейджер. Санейка всех спалил, Артик Бёрн нажал и полетел. Полетел. Недалеко полетел, потому что за ним закатывается Бигнум. Находит, стопит. Артик Бёрн заканчивается. Подозреваю, что и заканчивается существование Санейка. Отличный бодиблок. Чешевский кот. Ну, что-то остальным тут, может, догонять некому. Стан ЦК долетел. Кубикному будет еще один станчик. Все бьют. Подлички скинулись. Санейка пытается даться от вышки. Она отдается Чешевского кота. Причем отдается с таким таймингом, что ребята из-за уважения могут зайти и забрать себе баунтеров на снизу. Если вылевать, да, за них. У меня вижу тоже Мишка. Ужалочет с собой. Ну, там будет прокатка. То есть, как минимум, можно будет ворваться. Так, секунду. Ну, это еще один минуту. Сори. Отжимается, ставит паузу. Кстати, вот эти паузы вообще не к месту. Почему? Потому что, когда Мэджикл контролит медведем, и реально это очень важно сейчас, если он грамотно отбодиблочит, он не позволит бигдому забрать баунтеруну. То есть, это очень важно. И эти паузы, на самом деле, сбивают. После того, как пауза отжимается, ты уже контроль немножко теряешь. Ты уже, возможно, не сможешь заблочить. Это так. Я допускаю даже, что может где-нибудь что-нибудь пропаговаться, выделиться герой вместо саммана и так далее. Услышаны мои молитвы! Поэтому, конечно, немножко такой момент. Нехороший. Но команда уважения начинает с первого убийства. Билли Санейка неплохо для них. Все в порядке. Друзья, напомню, что параллельно команда Virtus.pro переиграла. Вы знаете, коллектив Гамбит. ВП тоже отправляется отдыхать. Им завтра сражаться против Империи. Ну, а, собственно, в лузерах прямо сейчас направление трансляции. Будут стартовать. Гамбиты? Гамбиты. Команды Old, But, Gold. Говорит, sorry, пауза отжалась. И Мишка просто был АФК. Ну, вот. Я к тому и веду. И Бигдум спокойненько заправился. Перекликивает, да. В итоге 2-2. Хотя, ну, это я не знаю. Это не совсем правильно. Конституация потеряна. Все уже не то. Это, конечно, очень... Ну, не знаю. То есть, слово подло неверное. То есть, у него действительно что-то могло случиться и так далее. Ну, безусловно. Просто незадача вот такая случилась. И вот обидно, что так не вовремя. То есть, это портит именно общее впечатление от матча. Ну, по 2, ладно. Честным образом стартуют. Все в порядке. Это просто обвиняет ситуацию, где этот рестарт. И в их приходит человек с другим закупом, он на другую линию. Но рестарт же. Но рестарт же, да. Заново, все по-новой. Их можно было бы еще другого героя взять. Были такие моменты тоже. Так, ну вот он, Медведь от Magical против Пикачу. Ну, опять, как считается. То есть, это Full Power выигрывает линию, если стоит против соло персонажа какого-то. Потому что прячет и начинает добивать очень много крипов. Но, как это, против Медведь, это работает плохо. Потому что, кого бы ты ни спрятал, другой будет ласхитить. Стараться, в этом случае. Да, ведь, опять же, у тебя урона 60. Против тебя, парни, суммарно, там, 78 плюс топорик. Из-за этого и ласхитить на линии тяжеловато бывает. Потому что Медведь может просто перейденять и переласхитить. И вот, у него уже 4 динайя. Смотрите, хоть подвышку. Сейчас, скажу, в связи, может и здесь всех забрать. Ну, скорее всего. Тяжеловато-то будет. Качу все-таки раз за разом находит. Возможно, с какого-то крипа топить. С динайтом может быть сейчас. Неплохо. Чего-то с динамией не идет. Но хотя бы мешает забрать. Если уже не так плохо. Ну, нормально. Понятно, что у Медведя должно быть чуть больше. Все равно. Давайте на крайней линии посмотрим. Сиделайн. Здесь Crystallize при поддержке Санейка на Винтервивер. Crystallize на Урсен. И против них вот та самая Дабла. ЦК Air Spirit пока как-то линию пытаются поломать. Как-то вывели крипов. И самым интересным образом. Ну, пока все спокойно. ЦК 3 на 2. Стартовал вроде бы окей. Урса 2 на 2. Крисло из тяжеловато добиваться там. Когда герои противника мешаются. Так. Самый ход в топе тоже не так плохо себя чувствует. Хотя, конечно, была такая очень неприятная. Восьмистронный Shadow Shaman ходит, бьет по лицу. Армора не настолько много. Хапаригены тоже не... Ну, обделили, скажем так, пангалеры хапаригеном. И из-за этого уже первые просадки по здоровью у него наступили. Обделили. Ну, в смысле имеешь, что родным? Просто я смотрю... Да, да. То есть, если берешь какого-нибудь, я не знаю, там, Spirit Breaker. Вот у него там чуть ли не пятеро. Берешь Огромага. Вот этих ребят совсем не обделили. Есть ребят, у которых 2-3 вы там. И они неплохо себя чувствуют. Потому что это и там вот... Ну, это постоял, 200 хп селезаристорил. Да здесь у тебя встроенных своих героев всего ничего было. Санек, снизу погибает. Перетяжка от Black of Angel. Внезапно и абсолютно. Она вообще не ожидали. Второе убийство для уважения. Неплохо получилось. Ну, вообще, да. Ну, кстати говоря, касательно Spirit Breaker. Может, по-моему, только в одном из последних обновлений. Да, ну, Левардушку, ему сейчас совсем комфорт. А вот, то есть, а здесь Пангелер без левла там имеет двоечку с небольшим. И вот с Мангостом на третьем муру у него трешечка только так вот получается. И ему этого хватает. Ты посмотри, 13 лет он убит. Хватает, опять же, он взял 6 Мангостов. И он понимал, что рение будет сложное. Просто это не отмечает того факта, что ему очень неприятно стоять. Вот иногда тебя бьют по лицу. Потому что хотелось бы иметь больше и того, и другого. И армора, и хпориген. Посчитал Black of Angel, что, в принципе, Панглес справится и сам с своим хпоригеном. А снизу можно устроить вот эту ханалию, потому что закатывается вновь на Санейка. Каски отлетают разочек по Урсе. Санейка должен погибать. Замедлить кристаллайз. Кристаллайз пытается как-то кого-то разменяться. Но нет, конечно, не получится. Там вуду Ресторейшн. Все в порядке. Мы вчера с тобой это видели уже, то, что играет он без Маледикта на первых лвелах. И тоже бегал. Вторая банка. Первый вуду Ресторейшн. И неплохо себя зарекомендовал. С такой позиции. Лечение 16 секунд. Нормально, нормально пойдет. Такая очень приятная цифра. Постоянно залетает. И вот. Можешь это и пробить какими-нибудь героями 16 на первом уровне. Не то, что приятная цифра. На самом деле это очень много. Ну, серьезно. Это очень много. На первых лвелах, на первых сражениях. 16 лечения в секунду. Это невероятно много. То есть такого хипаригента ни на одном герое не найдешь даже под танго, наверное. Ладно, под танго может быть кто-то будет. Суть в том, что... Надо подумать, то есть сколько у тебя чемпиета манга даже. 5 манга, танго. И то, и то есть даже не близко будет, а здесь. Вообще, за довольно дешево. 80 маны в секунду этот парень довольно долго может вам держать. И в любой файт заходит. Так, Старсенек опять душит с иллюзиями. Жалко, не торгу фенома. Но есть тапок. На самом деле есть тапок. И он все равно может попробовать еще несколько тычей дать за души. Смотри, как круто в виде блочке иллюзий. Блин, аралдец работает до конца. Но также подушка, конечно, не полетит под термома. Ну, еще нет. Если сейчас будет увидеть, возможно, свар стоит. Ну, конечно, он может вкатиться и попадает. Сейчас будет ручка, будет замедление. И он может добить все стики. И просто надо давить. Давить, кстати, потом, может быть, а вышку задинается. А, и 5 хп осталось. Нет, 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 не может. Ну, мог полезть. Просто не полез. Просто не полез. Стром, красавчик. Много сделал для команды. Интерверный вынужден тратить телепорт, чтобы на базу зарегениться. То есть, если она будет в 2 года возвращаться, это минус экспа, минус сейф какой-нибудь на одной из линий. Ну, и Кристаллайз страдает. Посмотрите, получает стан, получает рифт. И ладно, конечно, его здесь не заберут. Но посмотрите, сколько крипов смог топить керри команды Na'Vi за первые 5-5. Там в центре атака на Пикачу. И если мне не показалось, он убил медведя. Прокнули корни. В итоге вместе с вышкой он его запинал. Но тут неожиданно выходит, а там чуваш. И этого тоже не хватает. 40 хп просто уходит, а дэн. А эзершок вкастовать нет, чё? Видимо, нет. Ну, эзершок, а потом шеклз. Лол. Всё уж, сори. Ну, ладно, бывает. Так вот, Кристаллайз снизу не фармит. Я это хотел высказать. Мысль о том, что пока Ганелия Санейка, Санейка не смог помочь Кристаллайзу. Кристаллайз тут просто зонит. У него 7 крипов, убитых на 6-й минуте. Это очень мало. ЦК здесь 20 на 15. То есть, нижняя линия команды Уважения выигрывается. Всё замечательно. В центре ОД стоит на рамках с Медведем, даже опережает немного Пикачо. И, судя по тому, что Крипстата всё-таки получше у Мэджиклос, действительно, наверное, Пикачо всё-таки Медвежонку убил. Заработал. Очень на то, по камере, похоже было. Но подэтворс это выглядит именно так. Да, но всё равно неприятный сайт. Уже 5-й есть. Любой удар, любые корни прокают. Это сразу минус половина столба. Вот, смотри, это дело. Оп, оп, и начинает просто вытекать. Танго есть, ладно. Там ещё пропулено и осталось танго. Что, всё порядок? Постопите временем пытаются убить чужеского кота. Ускоряется вблизи. Под сердца прям загнал пангельера в котиках. Котик он и в имени, и в душе. У него нет ни ресурсов, ничего выходит. Чу не достаёт. Как жена ведут, страдают-то снизу. Может быть, перетянуться кому-то, что-то шаману сюда, попытаться втроём постоять всё. Ну или хоть где-то какую-то оказать поддержку. То есть в топе напали не получилось, выход в центр не задался. При этом в боте у тебя фарма не идёт. Это вот получается так, что противник на всех своих корт-героях имеет либо экспу, либо сразу экспу и деньги. Кат лично только вблизи, вблизи полный порядок. На топе фрифармить, естественно, против пангельера. Какой-то центр, корни не пробуют. Ну и всё, вот опять. Чё, забежал? Ничего сделать не может. Может быть, какой-нибудь смог купить? Ну вниз нужна перетяжка, нужна снизу помощь. Вот всё, что хочется подменить. Я даже не знаю, как в этой ситуации, кристаллась, например, не покупать медас. Потому что, ну, надеяться на то, что ты купишь сейчас фейзы, потом тебе нужно ещё долго оформить барабаны. Когда станет полезным этот турс, вообще непонятно. С учёту того, что он играет, там, вот, Сватбол Двауэр, который постоянно будет прятать его в Астрал в драках. Роллинг Тандер, опять же, будет сильно мешать. Посмотрим, конечно, какой будет айтем билд в итоге кристаллась, но пока-пока тяжело. Пока всё очень тяжело идёт. Причём не покидают трипла команду уважения, нижнюю линию. Они продолжают здесь оставаться. Они понимают, что всё и так хорошо. Собственно, зачем разрушать то, что работает замечательно. Ну, просто периодически какие-то станы, реалити рифты. Кристаллась заубевают хабариген, чтобы просто крипом не подходило. Панга получает экспо. Панга левел 5. Вышка, конечно, подпушивается здесь. Очень хотел бы Чешевский код, чтобы он к нему присоединился. Особенно, когда он получит левел 6. Можно попытаться там того же Чу убить за счёт Роллинг Тандера. Что здесь, где никто не летит, как раз таки, потому что он иначе не получит 6-й, с этого бронежевого крипа. Вот он ждёт, он ждёт. Есть 6-й, теперь можно называть тиммейтом. Дум пытался дать Дум. Ну, сверху, паку. Панга среагировала, да, он вернулся, там спятался. Ну и что, я бы зачитывал эти репорты, вырвался бы сейчас. Кто-то, зверя, эту же спину. Кекс, вот он, ТП, тум. 2ТП, 3ТП. 3ТП сюда. Бегом здесь ночью, наваливается. Ну, кот должен спасаться. На буду рестораж, надо потянуться к мячу доктору, чтобы отхилка работала. Хилит так, и что, слушай. Он, конечно, да нет, он даже не вытекает. То есть, вот хихила в 1 хватает, что вот с учётом того, что есть у самого пангалера, хватало. Я умирать подумал. Но с другой стороны, возможно, эта отдача от команды Нави, она была даже в плюс в какой-то степени. Почему? Потому что, наконец, высвободилась линия для кристаллайза, он сможет немного пофармить. Он всё-таки будет делать себе барабаны, но купил фейз как минимум. То есть, перетяжка такого количества героев от команды Уважения, Нави даже могла пойти и в плюс. Я допускаю, на самом деле, что это сколько-то связано с тем, что просто перетяжка пошла от СК, и его будет просто фармить на этой линии. Заодно сейчас думал, кто бить. Представляете, здесь четыре героя. Ну, Близзи, удачи тебе. Близзи, стоповнотворцем, его бы, конечно, не умирать. Но кто же его спрашивает, там, бьёт в спину. Близзи, астрал получает. И для подкачуешься, скорее всего, праг. Здесь и в сотни руках, и 3,940. Устанец от голды. Приятно, приятно для лады. Лады, тоже драма, панчево. Там ещё, в чу вырываются. Откатывается земель, а будет для замедления, да, впадает. Беряльте, рикулар. Грит, и домой. Надо стараться здесь руна, заканчиваясь, обязательно. 06, это плохой старт, в любом случае. Ну, ничего тут хорошего нет, действительно. Преимущество, правда, особо по экономике у команды уважения нет. Но тут сама динамика, потому что у команды уважения в плане ганга всё получается, у Наби не особо. Ну да ладно, тут саппи поднимается. Что этот, сетка-то турнира очень странно выглядит. Вот с этими, то, что одна команда лузера, а не две. И из-за этого тебя лузера как бы с преимуществом начинают, потому что они попадают на команду, которая только что посвятила страты, которая только что играла, а немножко в дустала. А они сидели, как бы наслаждались, смотрели игру и готовились к тому, кто проиграет. Но это с одной стороны. С другой стороны, всё-таки ты выходил в венера, и у тебя был шанс, собственно, в этих венерах остаться. Да, просто обычно в таких ситуациях играется так, чтобы венера, но оставались с преимуществом. То есть, если вот всё правильно выстраивать, то они должны будут здесь сыграть сегодня венера, сыграть матч, допустим, империя АБП, и в следующий день начался бы с лузеров. Можно было и так. Тогда бы у тебя и венера, завтра отдыхали бы со всеми, все всё знали. То есть, получается, что и сейчас венера идут с преимуществом, и завтра, точнее, венера идут с преимуществом, и завтра тоже, кто сегодня выиграет матч, будет ждать сверху своих компонентов. В центре у Пикачу сейчас Астрал откатится буквально через секунду. Здесь уже Чеширский кот на развороте каски замечательно, ведь на самом деле летают. Чу с субпортом Санейка здесь и будет, конечно же, туда-сюда крутиться и катиться этот Чеширский кот. Пробивают одного шатта, шамана, медвежонка забрать не смогли. Куча ТПшка, очень здорово, тимплей на нейк отыгрывает команду уважения. Может быть, из-за этого, конечно, какую-то часть они расходников теряют, но, с другой стороны, не дают в обиду своих кор-героев. Самое главное, им, видимо, ни одного убийства для Na'Vi. 7-0 в пользу уважения. Медас. Медас, видимо, у медведя, вблизи барабаны. Медвежонок с ранним медасом, это всегда полезно. Какой-то рейдинг, постепенно выходить мэджикал, уже тысяча колбасов сверху имеется. Да, ну и в итоге со всеми перебежками, ты представляешь, уже почти купил барабаны. Ты не совсем темп, конечно, 12 минуты на носу, и хотелось бы все уже иметь и следующий слот, половину собрать. Ну, то есть он хотя бы потихоньку-полигонико нагоняет Хауснайтер. Да, и уже из этой ситуации ты просто смотришь и думаешь, наверное, может быть, стоил на топе там Бангальера того же отдать разочек. И все-таки побольше давления оставить на нижней линии, чтобы ЦК оставался там, продолжал хорошо фармить. Потому что ЦК вот сейчас стал перемещаться, он сделал ТП в центр, сделал ТП на топ, и, ну, фарм остановился. Он четвертый, Урс его сейчас догонит и обгонит. А все-таки у Плантимоса не Медаса, ничего, то есть он просто с перчаткой бегает. Пожимают Смог. Смог под Вардом, кажется. Да, тут спалили, конечно, Навиа, Вард хороший был проставлен. И этот Смог тоже обречен на провал, скорее всего. Ну, просто потеря времени. Потеря времени, потеря фарма. При таком крутом старте от Плантимоса он получает продолжение, не самое лучшее для него. Ну, вот Блэк Архангель, конечно, вниз сместился, но Вичдоктор один у Урси не противник, безусловно. Барабаны уже куплены кристаллайзом, сейчас Курьера в себе принесет, то есть все в порядке. Да нет, нормально все Навиа. То есть, да, конечно, они фрагов не сделали, но по экономике у них даже лучше сейчас становится. Все корр-герои подфармливают, Медасы работают, у Думы работает Деваур, несмотря на смерть. Деньги капают, все в порядке. У команды уважения таких, ну, таких вот просто дополнительных вливаний денег из ниоткуда просто нет. Пока нет талантов на ГПМ, собственно, нет Медасов, ничего из этого. Ну, подозреваю, что у этих артефактов я имею в виду Медаса, в принципе. Тогда им нужно, конечно, лучше гангать, им тогда лучше нападать. Вот Армлет куплен. И нападение пошло, одновременно нападают и на Вичдоктора, и на Урсевича. Вот, второго убить будет потяжелее, у него все-таки есть ультимейт, хотя секунды самая громкая, куда-то, например, не продлевают. Рейдж есть, троллил, тандер, потягивается близи, близи. Думает, кого ждать свой ультимейт, пока получает колдембрейс, постоит на месте. Крэш, отчетского кота, на Санэйко дальше тут Шеклс ему держит, что нужно, вот как раз таки АЦК. Он погиб Санэйко, тут Кристаллайз, сбивают отличный ролик Тантером. Ролик Болдеров, конечно. Присылай за ТП, присылай за ТП. Ну, как-то странно трактов, а не пищу. Ирр, собрался. Че-то в пустом месте, могли просто забрать ищет, пытаться отойти. Курсевич там уже от всего убежал, но они решили продолжить драфт, и вот. Врывается УД, а Лондарик не врывается. Ну да, ЛД здесь весьма кстати был. Вот, как-то казалось бы, что уже спасли Урсу, и все в порядке, но все равно драка продолжилась. Сюда уже в численном большинстве нормальное уважение справились. Ну и 10-2. Да, действительно, фраги они делают лучше пока. Это факт. Можно сюда ЦВ забрать. В планте Мост так просто не убить. С армитом действительно довольно плотный. В драку входит своим мультом. Быстро разрушить иллюзии не получается. Ты удерживаешь, там пытаешься какими-то шекласами его основного, но все равно время идет, урона носится. Это неприятно. Дом, кстати, Близзи так и не придумал, куда использовать. Он как-то вот побегал вниз. Там он уже поднимал руки и залетел ульт от ОД, который выжигал Момана. А, проблема. Он не смог. Возможно, он даже хотел. У него было время изначально, когда он сделал ТП, но он вписал в себя ролик Тантера. А там как-то так получилось, что да, то есть кидать на подгольер, который уже все раскистовал, ну, наверное, не очень хорошая идея. Вот, а... Бежит 4 ЦК, в которого кидать. В какой-то момент, смотри, опасный. Смог, спал. И Блэк Архангел должен был кликнуть. Ребята, они здесь, Тарошпите. Закатываются сразу же, Бигнам. Здорово, ребята, как у вас дела, Боза? Какой провал! Какой провал, Нави! Как неудобно получилось. Причем они же заходили на Рошан под 15 минут, и противник вот пошел не за ними, он пошел баунти собирать. Ну да, то есть можно было же после баунти на 16-й вот так вот зайти и Рошан забрать. Да, мы сейчас вот из них душит. Забрал обе руны, поймал Санвейка, и он был вынужден ультимейт отдавать, чтобы выжить. Супер неудачно. Смог спал, и моментальная реакция Блэк Архангел, инфа своим тиммейтам. Бигнам тоже долго думать не стал, просто закатился. Подловили так мощно сейчас команду уважения своего соперника. Два минуса двух коргероев, и при этом не отдали Рошана. И, конечно же, теперь Рошана будут оберегать. Ну, я имею в виду ставить варды, как-то проверять постоянно эту область. Жесть, просто жесть. 12-2. Вроде по экономике ничего страшного, но так смотришь на ситуацию, смотришь на количество врагов, которые делают уважение, и количество враг, которые делают на Ви. Деньги просто, к сожалению, вложены в лондруида, это не очень выгодно. Так, нападение в центре. ОД по думам. Косты. Его тут не спасти, надо уходить с опортом. Блак Архангел, скорее всего, не уйдет. Есть какое-то замедление. Дум добегает. Должен успеть. Не успевает. Не хватает мувспиды, барабаны, фейзы. Вижу, ты просто настолько боялся, чтобы стал давить на педали куда быстрее, чем обычно. И сразу использовал кирить, почему нет. Вспомнил. То, что у него на самом деле с этим посохом, так, три ноги, может быть из-за этого он притопил немного, как лыжи них. Помогает палкой. Ну да, да, да. Каноэ. Так, вот теперь, что делает, алло. Везде. Везде, тут, ты бы забыл. Дэсмарт. Кидай левочный урон, к счастью для него, наверное, то, чтобы ликтлевал один, его спасет. Вот, не хватит, просто урода. Ну, он с запасом выживает, здесь он достаточно плотный, с барабанами, с макерами. Теперь Малиндикт, это совсем не четвертый, поэтому тут все ок. Без шансов его забрать, в этом ситуации было. Ну, плюс к всему, еще помогал там медвежонок, прибежал, Савидж Рор дал. Есть Сакртрелик уже, между прочим, у Мэджикалов. Идет в свой артебаг. Радианс появится, достаточно быстрый. Первый Панетворс пока все отлично. Он центр Мэджикалов отстоял, не даст себе купил, Радианс выфаркал. Так, а вот Аттопе будет атака прямо сейчас. Надо разворачиваться, Близзи, тут же ультимейт Клон Тимоса хватает. Ну, тут теперь у Думы точно будет шансов что-либо нажать вообще. Здесь Лизей бы просто не выпускает. И дальше катится, знаешь, где-то еще Чу был, Чу ТП аут. И сбить, ТП нечего. Отомстили. Дума использовал свой ультимейт, убил вот эти, перебивает самого Дума. Но снизу падает вышка, пытался сгнать в Блакархат, не получилось что-то сделать. Вышка достается у нас Анейков. Команде Нави в целом. В 13-3 пока так. Под вызванной иллюзией Блантимоса надо будет забирать R1 в ответ. На дефенсии Чу стоит. Варды, если что, имеется. Может быть, какую-то драку здесь устроить при появлении Тума. Но Тум появится без своего ультимейта. Че очень опасно играет. Будет выходить. Опа, задержался УД. Варды проставили. Разворачивается Бигнум. Пытаются помочь как-то Пикачу. Пикачу. Севершор получает. Контролить с собой он не может. Спрятал себя в Астрал, но... Просто выиграет маркетинг. Сюда пара секунды для тиммейтеров. Но самерит неплохо. Вы не у всех отпустили в таком случае. Делать с малой кровью, но можно было просто не оставаться. Вышку ты забрали? В смысле настолько задерживаться. Дальше не было. Да, да, да. Вот и развернулся, видимо, еще какого-то топить. Нас подставил. Молодец, проконтролировал момент. Да, прошу, ты теперь заходит на вешаге. Рошана зашли. Так, но об этом должны быть плюс-минус курса команды. Да, да, варгают. То есть у них сайдвард здесь, сайдвард здесь. Вот эти два варда позволяют понять. Примерный век от перемещения от Na'Vi едут. Если они вот вышли тут и не вышли в центр, то они точно на Рошане. Все это все понимают. Борг из первого. И Эдис ради желовато воевать. Они просто не успевают. Не пытался от Волтбауэр, конечно. Там Санитис Эклипс какой-то, Астрал могли пригодиться. Поэтому драться здесь не стали. И все-таки Na'Vi сделали упор на Рошана. Причем пошли всей толпой пятером. И смогли Дворошана себе забрать. Айгис есть. Айгис достается у нас кристалайзу. Для Урса приятно. Кристалайз будет делать и блокинг-бар первым. И две тысячи за нами. Несмотря на то, что сделали всего за 20 минут 4 Прага, они впереди по экономике. Опасный билд, посмотри на Пикачу, что он выбрал себе первое. С одной стороны, Арморт хорошо против всего этого дела. Но было бы неплохо иметь какой-нибудь форсави, я не знаю, чтобы как-то идентифно реагировать на все эти угрозы. Бежит на тебя Дум. Мы же опять в этой ситуации Дум. Никакой мобильности не покупает. Урсевич Даггер тоже не берет. Некому тебя ловить. Вот сделай форсав, набегают ребята, уезжаешь. Не набегают на тебя, на тимае-то прячешь или увозишь тимае-то. То есть есть куча способов сделать. Герой сверхполезный. Конечно, возможно, шива. Тоже какой-то эффект окажется, отчетого что-то замедление молния. Вот это вот все. Но с хорошей вероятностью форсав был бы лучше. И дешевле. И раньше. Но есть шива, и можно было бы выкатиться. Помимо замедления по всем этим лишним, которые на тебя будут намекать, если, конечно, ты еще и брони себе добавил. Беусловно, артефакт хороший. А форсавтокомаду надо будет приобрести. Но, видимо, кому-то другому. Возможно, уже в следующей игре, потому что окнаве что-то серьезно взялись. С кучей медведей. Ну, скорее, тут заставят просто сделать тп. Сюда сейчас команде уважения отойдут. Самый логичный поступок. Не уходит только полноцемоз. Здесь с армлетом. Сабли продолжают фармить. Правильно делали. Медведей-то поддушивает. Смотрите, отказывается. И продолжает. Пошел ультиметрский остров. Медведей еще не выпускает. Радик работает. Бум. Нормально. На кишуского кота. Кот ничего сделать не смог. Удерживают еще раз спирита. Два минуса. Байбэк сразу же от распирита. Разворотим али-дик. Пытается в Лизе пробить. В Лизе больно. И в спину заходит полноцемоз. Догорел архангел. В спину заходит. Пытается убить Мэджикала. Мэджикала под фокусом был. Севедж Рор. Хорошо. Работа. Пикачу идет дальше за Мэджикал. Но корни. Корни срабатывают. Есть Шескукота байбэк. Роллинг Тандер на этот раз выручает. Надо догонять остальных. Мэджикал делает ТП. Сбит. Не успевает. Шескукота заканчивается Роллинг Тандер. Еще бы одну секунду проработал. Там все время не мчу. Вардами. Серпент вардами. Накрыл Пикачу. Тут Шеклсами удерживает. Да и успевает спрятать себя в астрал. Но под вардами скорее всего пакетит. Контролит Чу. Контролит Чу. Контролит урна. Да ладно. Форстав. Тот самый толчок. Это не Форстав был. Подожди. Как они вытокнуты? Это земель и топнул его первый схлоп. Красавчик. Просто молодец. Работает. Где он закопал свой талант раньше. Почему он только сейчас его достал. И вывалил на всеобщее обозрение. Но вот на земель он сегодня отыгрывает прям вообще. А сегодня день раскрытия старых талантов, да, судя по всему. Потому что Кингер расчехлился там. Расчехлил своего Дизраптора. Бигнум показывает, наверное, спереди. Чудеса на виражах. Ну такая трака, где, казалось бы, у Радиант сейчас начинаются какие-то прям приятные новости, да. Потому что они прям под тертри соперника забирают двух героев. Вводят их на байбэк. Но после этого, после байбэка, команда уважения дает хороший отпор. Неплохой замес. Там немножко неприятно, конечно, то, что не сбили Медведю ТП. Тогда получилось вообще все шикарно. И все бы отбили все эти байбэки. Но вышло как вышло. 15-7 пока. 2 тысячи все еще за командой Na'Vi. Пытаются перехватывать Медведя. Теперь Берр страдает. Есть Севершор. Севершор все портит, как обычно. А подтягивается под смоками Na'Vi. Спалил все это по Лентимост. Нет у него ультимейта. Есть 3200. Хочется купить, наверное, какой-то себе ривер. Петраки. Или нет, цепляется. Нейк, а тут колденбрейс на себя. В моментальной реакции. Закатывается тем временем. Отлично закатился тем временем. Ширский код. Роллинг болтер туда же. Держит без лебли пока дома. Интерверно делает байбэк. Близи. В ультимейте нет 20 секунд. Просто корни срабатывают по ОД. ОД уже спасти нечем. Дезвард проработал какое-то время. Блакархангела просто убила. Вигдум теперь тоже получает хекс. Чур работает. И... Нет. Не дай полететь на роллинг болтере. Тоже убил. Вверх хотя бы сделать рак. Успела, кстати, Вигдум, закинуть в шедо-шамана. Свою урону. Но из-за того, что там включились ранквилы, этого урона не хватило. А теперь уже полноценно выигранная драка для команды Na'Vi без оттач практически. Ну разве что Санейко сделал байбэк. Теперь очень много героев отсутствует. У всех у них байбэков нет. Остается только ЦК. А ЦК купил Ривер, да. Но теперь у него появился ультимейт. А команды нет. Ставятся варды. Na'Vi хотят сломать нижнюю линию. И кажется, у них это может получиться. Некому мешать. Ну а Медведь, как мы знаем, с вардами от шедо-шамана очень быстро строение разрушает. Демонтажники тут действительно знатные. Проверенные временем. Нижний меня полностью уничтожено. С Тир-3 и с бараками. Ну и теперь пора Na'Vi отойти. Хороший мув, хорошая драка в итоге получилась. Все четко, все круто. Na'Vi получает теперь уже значительное преимущество в этой карте. Опять 24-я минута. Снова нет стороны. Отказываемся опять же на мажор. Две команды играли под конец уже примерно одного уровня. И вот такой ситуации не было никогда. Чтобы так рано просто вошли и наказывали. Потому что все набирали какую-то драку, все какие-то бай-байки оставляли. Насколько же здесь ребята... Как сказать? Не дерзкий, но вот... Не оставляю себе второго шанса. То есть встерим в одну только в сторону. Идем и нападаем. Идем и деремся. Напали нашего. 4 телепорта. Деремся. Хотят все время вот. Здесь и сейчас. Никаких планов на будущее не строят. Это удобно для той команды, которая получается в такую доту играть. Где вы ломаете линию. В этом все хорошо. Опять-таки проблема команды Нави была против Империи. То, что они не поддерживают темп, а получают преимущество. И вот сейчас хочется пожелать им, чтобы они, конечно, сумели довести дело до ума. Ну и вопрос к команде уважения. Как делать камбэк теперь? За счет чего? Надежда, я так понимаю, на ЦК. Что Палантемос всех убьет. Получит он Тараску уже к следующему замесу. 15 уровень он взял. Взял перезарядку их способностей на 12% предметом. Ну, ЦК сильный. Достаточно сильный. Единственное, что, конечно, любой контроль ему сильно мешает. Я, опять-таки, оперирую как он бы Сэвэдж Роуру. Потому что Сэвэдж Роуру ты прям жутко неприятно набрасываешь. Тут нужно разворачиваться, куда-то убегать. Что есть? Сэвэдж Роу. У тебя еще есть интервьерный, который тоже спасает по таргету. Может успеть. Да, Кирилл, такая любая его иллюзия, что Колден Брейс на того, в кого вылетает ЦК. В этой ситуации хочется, конечно, чтобы БКБ просто иметь на ЦК. Но денег пока на него нет. Опять же, если ты жмешь БКБ, то это интервьерный не промажет в иллюзии, попадает только в тебя. Это вот большая проблема. На, я свой с ПКБ, есть чем конкретить, это правда. Пикачу. Так, он убил свою иллюзию, как бы, за пару даров его ты ультра сеялся, и ты вроде бежишь, разваливаешь дальше, и все. То, если ты будешь БКБ, то оно не спасает тебя от урона, от твоих же иллюзий. И это плохо для него. Но свои иллюзии ЦК не пробьют, наверное. Да, но Стараска бежит, сейчас включить ровный, будет 4К ХП. Вот это вот все заходит к тебе в спину. Барк уже проставлен, но медленно достаточно сейчас. ЦК нажимает на ультимейт, хватает Дум, остается быстро его уничтожить. Так, а молотом рейс, Винтерскерс. И, да, погибает Фангалиер, его убило. Дум над Волдувауру, чтобы не мешался, не даст свой Санитис Эклипс. Хотя, сделал байбэк Санитис Эклипс, может быть, и прожмет. Мало КП остается убегом, он погибает и просто сгорает под Рейдинсом. А Варды делают свое дело, Варды ломают бараки. Дерутся, ребята, из уважения. Но, собственно, даже драку выиграть они не могут. Отлично Чу перехватывает тем временем Пикачу. Пикачу после байбэка. Но вот после этой драки уже можно сдаваться. Да, Палантимос есть, Палантимос здорово дерется. Но пока он дерется, уже команда согласилась с поражением. Да, его одного не хватило. Все-таки вот выпал у нас как-то с тобой ОД. Выпал как-то Пангалер. То ли по количеству гидзайблов они совладали все правильно в кинт, то ли еще чего непонятно. То есть в каждой драке абсолютно врывается Чу и все скастовывает. И нет такого, чтобы вы не ворвались с него и не дали ему этого сделать. Отрабатывает хорошо, но вот выбор цели, в кого ворваться, возможно, он ошибочен.